Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас мы посмотрим бой на Проджете 46, который доказывает, что Прога до сих пор остается довольно классной, фановой, веселой, ну и в чем-то имбовой машиной, обладающей, ну крайне, крайне, ребят, классным орудием с системой дозарядки. Спасибо большое нашему герою, то ли Ярик, то ли Юрик Зверь прислал данный реплейчик и наш герой заехал на холмик, поехал сюда на направление 1, делает 2 выстрела и ни одного попадания. Спускается вниз с холма, пытается подняться выше и потом понимает, что, наверное, все-таки надо бить по тапкам, свиливать отсюда как можно побыстрее, для того, чтобы ему бока не намяли те двое товарищей, которых он засветил, но даже урона им никакого не нанес. И понятное дело, что единственным правильным выбором для него является ехать к своим. Ехать к своим, но в то же время ехать со лба на соперников, ну, нет никакого смысла, там два тяжа и, в принципе, Прога не настолько крепкая машина, чтобы прям лоб в лоб сталкиваться с такой, допустим, машиной, как КВшник. Поэтому наш товарищ, пользуясь хитростью и, я бы сказал, динамикой и маневренностью данной машины, поднимается в городок, стоит здесь, ждет того, что будет происходить, понимает, что у него в поддержку есть Т-34 и едет вместе с Фалконом. Поднимается чуть выше, ну и, понятное дело, начинает разряжать свой барабан в первую попавшуюся корму, 220, еще один на 243, закидывает еще один снаряд на 237, таким образом, 700 единиц ровно урона он забросил в Тигра и спокойно откатывается на дозарядку одного снаряда и забирает Тигра в ангар. Пока, вроде бы, все классно, все приятно, есть еще один товарищ, который пытается лбом танковать наших с вами союзников, ну и, соответственно, наш герой продолжает раскидывать, как только перезаряжается, в корму КВ-4. Но занятие крайне приятное, именно за это я и люблю Прогу-46, потому что действительно очень классно и бодро можно подъехать к кому-нибудь в корму, а еще на нем очень-очень классно на этом танчике крутить. Наш товарищ ни разу не подраненный, ни разу не пробитый, едет дальше, видит перед собой М4А1 револьвер и, соответственно, начинает раскидывать ему в корму. Закидывает 300, куда сейчас уходит снаряд вообще непонятно, и 258, ну то, что он уходит вообще непонятно куда, для нас не новинка в игре, это постоянно, поэтому наш герой им забрасывает еще один снаряд, ждет, пока перезарядится, сводится в товарища, выжидает и отправляет третьего соперника в ангар. Получает тычку от Супер Хеллкета, пытается его выцелить, понимает, что это, ну, затея такая себе, получает еще одну тычку в бортину и выезжает на ИСУ-152, которая дает ему на целых 629 единиц. Не растерялся, дал две плюхи, как только смог поремкаться, сразу поехал вперед и начинает крутить ИСУ-шку. Мне, честно говоря, в данной ситуации ИСУ-шку жалко, ребят, что капец. Реально ничего не может ИСУ-шка сделать со своей неповоротливостью, ну и, соответственно, получает по бортам, заезжает в корму наш герой и забирает четвертый фраг себе в копилку. Круто, классно, но у него остается всего 319 единиц альфы, господи, альфы, хпшки и альфы некоторых танков может быть достаточно для того, чтобы его вынести, но только у тяжа. А где тяж находится, никому не понятно, куда делся данный тигр и где он прячется. Что касается Супер Хелл Кэта и товарища на Т-54, то ни один, ни второй прогу, безусловно, с одного выстрела не вынесет. Но в любом случае прога становится сразу шотной, потому что урона как минимум 200 залетит как с куста. Наш герой сдает немножечко назад, пользуясь хитростью, выкатывается и забирает товарища на Т-54. Остаются 2 на 2. В принципе шансы есть, есть Эмиль, но все-таки у Эмиля барабан, который перезаряжается крайне долго, и поэтому наш герой едет вперед, получает тычку, идет в размен. Но пользуясь тем, что у него барабан, который отбрасывает снаряды через каждые, грубо говоря, 2,5 секунды, пользуясь этим, понятное дело, добирает Хелл Кэта. Остается, ребят, 1 фраг. 6 у него на счету уже есть. И с высокой долей вероятности здесь бой должен был закончиться чем? Герой выехал бы на ТТшника, засветил бы его, к нему бы подтянулся Эмильщик. Ну и понятное дело, что с барабана попытался бы этого товарища на тяжелом танке разобрать. Ну а наш герой отправился бы в ангар. Но нет, он дает засвет и видит, что Тигр-то спит, ребят. Но Тигр спит не просто так. Стоит обратить внимание на вот сейчас игровой момент. Здесь сразу становится понятным, что у игрока на Тигре активирован чит-код, который, ну либо просто установленная программулинка, которая, даже если ты в бою не находишься, как только видит в засвете соперника, сразу в него сводится и стреляет. Но выстрела не произошло, не успел сработать чит, как я понимаю. Ну а Тигр продолжает спать на месте. Наш герой шотный, понятное дело, хочет поживиться немножечко хпшкой, но понимает, что как только он попадет в засвет, с высокой долей вероятности он может получить тычку. После чего отправится в ангар. Пока наш герой не жадничает, пропускает Эмильщика вперед. Ну и когда Тигр-1 повернул башню, соответственно, можно выезжать с бортины его разбирать, но все-таки времени может не хватить. Наш хитрый герой просто дожидается момента, когда можно выехать и просто добрать себе в коллекцию седьмой фраг. Хитрость? Да, ребят, хитрость, но ради того, чтобы сделать все семь фрагов. В любом случае, если мы сейчас посмотрим с вами, а мы это сделаем на результаты, которые дал наш герой на проге 46-й, то сказать, что он только лишь одной хитростью собрал семь недобитков мы не можем. 4840 нанесенного урона, знак классности мастер. Что касается результативности по фарму того же самого серебра, то с учетом того, что у нашего героя был прем-аккаунт, и с учетом того, что у него были бустеры по кредитам, да плюс еще и за особое достижение медали ему насыпали 114 тысяч серебром, то чистоганом он вывез 269 тысяч. Это действительно крутой результат, практически треть миллиона за один бой, но по-честному и бой-то по большому счету один на миллион. Что касается результативности по команде, то наш герой занимает жесткое первое место с отрывом в два раза по отношению к парню, ну, либо кто там у нас, Александр, наверное, все-таки парень, но вряд ли Александра. Короче говоря, по сравнению с Александром, который занял второе место. Вот такой вот крутой результат, вот такие вот 7 фрагов, это доказывает, что Прога 46, хоть и немножечко устаревает с выходом все новых и новых машин, но все-таки продолжает быть крутой тачкой на своем уровне. Напишите свое мнение в комментариях по поводу данного боя, по поводу игры нашего героя и по поводу Проги 46, стоит ли ее покупать, если она появится на продаже. А на данный момент у меня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А на данный момент все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.